Это утро в Петербурге, мы продолжаем, ну и конечно же для начала мы вас приветствуем, Николай Рассворц, Мариана Дьякова. Черные глубины Ладоги, экспедиция памяти, вот рабочие названия фильма, съемки которого начались на крупнейшем озере Европы. Несмотря на то, что со времен Великой Отечественной войны прошло уже 80-летие, водолазы-историки продолжают находить артефакты битвы за Ленинград. И один из них это баржа, которая затонула в ночь с 16 на 17 сентября 1941 года и стала главной героиней документальной ленты. О ней подробнее мы поговорим с участником подводных экспедиций, руководителем Орловского регионального отделения ДСАФ России Алексеем Петрыкиным. Алексей, доброе утро. Доброе утро, доброе утро, удачного дня. Скажите, то состояние, в котором была обнаружена баржа и ее груз, как вы его оцениваете, насколько фактурно выглядит находка? Ну, состояние очень хорошее, баржа. Где-то в 150 метрах от баржи лежит деревянный струб. Это такая надстройка, которая была над баржей. На барже нет следов ни пожара, ни следов взрыва. Скорее всего, она затонула от шторма. И те подъемные съемки, которые выглядят очень фактурно, и те подъемные съемки, они лягут в основу документального фильма «Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти». А вот мы сейчас видим даже кадры подводной съемки. Мы знаем, что баржа перевозила боеприпасы в сторону Ленинграда. Насколько этот груз сохранился? В каком он состоянии? Не может ли там что-то сдетонировать, взорваться сейчас? Ну, груз лежит в очень хорошем состоянии, так как Ладога – это такой природный холодильник. Из-за низкой температуры, плохой видимости, из-за отсутствия водорослей и живности Ладога все хорошо сохраняет. По поводу детонации я не готов ответить, так как данным вопросом занимаются уже специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер МЧС России». Сколько операторов работали на глубине? Мы видим эти уникальные кадры. И в каких условиях позволяло работать на глубине Ладога? Ну, операторов было четыре. Всегда дайверы погружаются по два человека. Это человек-подводный оператор с профессиональной видеокамерой и второй, страхующий его с экшн-камерой. Четыре человека, две группы, которые занимались именно подводной съемкой. Так как, я уже сказал, температура воды очень холодная, порядка 6-8 градусов на дне, плюс неблагоприятные погодные условия – это в виде шторма, ветра, темнота, которая, вот вы видите на кадрах темнота, это благодаря фонарям, у нас есть примерно 2-3 метра, и такой узкий свет луча, который позволяет обследовать баржу. Действительно, съемки уникальны, настолько четкое изображение, но кроме вот этих подводных съемок, что-то еще войдет в фильм? Какие-то другие съемки? Конечно. В фильм еще войдут съемки морской геодезии, которые обследовали изначально сверху это судно. Это работа в архивах, это работа подводного дрона, это общение с историками. И сейчас мы пытаемся выйти на родственников тех героев, которые затонули на этой барже. Сегодня, если есть информация, на какую аудиторию будет рассчитана картина, где планируете показ, в какие сроки, опять же, есть ли у вас год, месяц, дата, может быть, в которой вы создаете эту картину? Благодаря президентскому фонду культурных инициатив, через кино, через документальное кино, наша аудитория – это люди до 35 лет, молодежь, которые через кино, через такое живое общение легче донести подрастающему поколению важность Великой Отечественной войны. В сентябре месяца, в середине сентября, мы планируем предпремьерный показ на международной площадке «МИА Россия сегодня». Да, конечно, с вами согласна, абсолютно правы. Это очень правильный механизм, как говорить с молодежью. Для вас погружение – это, с одной стороны, это такая научно-исследовательская деятельность, с другой стороны, это съемки. И когда вы погружаетесь, в первую очередь, какая цель, помимо съемок, естественно, подтвердить некие гипотезы, что-то проверить, найти? Вот что основная цель для погружения? Основная цель – это узнать изначально, что там лежит. Подводные археологи, они сверху, благодаря своему профессиональному точному оборудованию, не могут погрузиться и действительно посмотреть, что там лежит. Мы можем определить, благодаря их съемкам, длину, ширину, какую-то 3D-модель, а только с помощью живого глаза, с помощью живого погружения ты живым взглядом погружаешься и смотришь, что действительно лежит на дне. Алексей, скажите, за какими объектами, которые находятся еще на дне Ладоги, это баржи, катера, это, возможно, какие-то самолеты, вы ведете вашу подводную охоту? Есть ли что-то желаемое в списке потенциальных находок? – У нашей команды уже есть находки, о которых вы узнаете, скорее всего, в следующем году. Это оставим немножко такую небольшую интригу. И у нас есть две цели. Это колокола со святого острова Валаам, которые с колокола Никольского скита, которые остались возле Никольского скита на льдине. Мы уже несколько лет акваторию изучаем, продолжаем их искать, но, к сожалению, пока не нашли. И, конечно, это экспедиция, затонувшая экспедиция нашего земляка, исследователя Русанова. – Ну, не зря говорят, кто ищет, кто всегда найдет. – Да удачи вам в ваших поисках. – Мы желаем удачи вам и вашим коллегам. – Спасибо большое, спасибо. – Спасибо вам большое.